Благодать Божия! Любовь и тепло прилетело в первую неделю Великого Поста на Михайловскую землю. Надежда на возрождение укрепилась и налилась неокрепшими пока почками духовного преображения. Господь послал нашей земле необыкновенную радость и утешение в виде архиерейских богослужений. В четверг вечером в Покровском женском монастыре Михайлова митрополит Рязанский и Михайловский Марк читал покаянный канон Андрея Критского. Помолиться с архиереем приехало священство Михайловских богачений. Поспешили и жители города и района. Храм был переполнен в полуприглушенных тонах постового богослужения невидимыми искорками. Вспыхивало между разными и незнакомыми людьми единое чувство покаяния и любви. Покаяние, время, прихождуйте и Создателю моему, возьми время от меня тяжкое и греховное. Яко благоутробен, дашь мне слезу, миленья. Великим постом каждый день с вечера воскресенья по пятницу читается удивительная молитва Ефрема Сирина. Читалась она и на этом вечернем богослужении. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дарами зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Из уст архимандрида Серафима слова этой молитвы истекали дивным бальзамом, открывающим и тут же врачующим раны истерзанных душ. А в завершении богослужения было доброе слово владыке Марка и теплое благословение прихожан храма. Дай нам Господь, дорогие братья и сестры, прослушав покаянный канон Андрея Кринского, не утратить этот духовный настрой, не утратить жажду покаяния и исправления, чтобы эта жажда снидала нас все время поста, и чтобы мы, ожидая исправления, действительно бы исправлялись милостью Божией. Аминь. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, совсем недавно мы вступили в период Святой Великой Четыридесятницы, и, конечно же, перед тем, как вступить в этот период, все мы прошли через Прощенное Воскресенье. Это тоже важная составляющая Святой Великой Четыридесятницы, а точнее, подготовки к ним, чтобы мы прежде примирились со всеми нашими ближними и дальними, друзьями или недругами. Прощенное Воскресенье я встречал в Рязани и просил прощения у той части моей паства, которая живет в Рязани. А сегодня, прибыв в Михайлов, хотел бы попросить прощения у вас. Простите меня, велико согрешив делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Простите меня, велико согрешив делом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог своей благодатью и чёрной талебу да простит и помилует всех нас. Спасибо, Христос. Желаю всем помощи Божьей на протяжении, с одной стороны, долгих, а с другой стороны, очень быстро пролетающих седмиц Великой Четыридесятницы. Дай Бог не ослабевать в усердии и вместе с тем хранить меру во всём, меру воздержания. Но воздержание должно быть. И дай Бог, чтобы мы в нашей жизни Его являлись. Разрешите поздравить вас со святыми вечерами святого покаянного канона Андрея Критского. Мы сегодня с радостью приехали, чтобы вместе с вами послужить и послушать канон покаянный Андрея Критского. Но мы сегодня и прибыли из-за того, чтобы попросить у вас прощения, так как мы все у себя служили на приходах в воскресенье 26 февраля, когда было прощённое воскресенье. Просим у вас, Владыка, прощения. Простите нас. Велико согрешили перед вами словом, делом и помешением. Бог да просит помиловать всех нас. Всего Господа. А уже на следующий день, рано утром, Владыка приехал в Христо-Рождественский собор Михайлова, чтобы совершить пятничное великопостное богослужение. Время Великого Поста угадывается в природе. Небо серое, капризное. Нет-нет, да улыбнётся от поцелуя настойчивого солнышка. Того самого солнышка, которое напоминает нам, ради чего весь этот многодневный аскетический период времени. А весна медленной поступью входит в свои законные права. Полное вхождение произойдёт с игрой пасхального солнышка на светлое Христово Воскресенье. А пока борьба холода с теплом, постоянные капризы природы, весенние метаморфозы и воздержание. Воздержание от привычной пищи, мяса, молока, яиц и даже рыбы. Воздержание от злых дел и осуждения. Воздержание от увеселений. Время Великого Поста легко прочесть в убранствах священнослужителей и храмов. Чёрные с белым одеждой на ростовой фигуре святого угодника Божия Николая Мирликейских чудотворца в Христо-Рождественском кафедральном соборе Михайлова. Облачение на святителя меняет в зависимости от дат церковного календаря. В первую неделю Великого Поста в пятницу постовой храм провинциального городка как будто вздохнул, улыбнулся и распахнул себя для молящихся, спешащих сюда на архиерейское богослужение. Службы постовые продолжительные, но душеполезные. Кому сподобится исповедоваться и причаститься, тот переживает возвышение души через боль, многочасовое стояние и многотрудную молитву. Одним словом – катарсис. Оказывается, даже слово есть определяющее эти переживания. Греческое слово – катарсис. Митрополит Рязанский Михайловский Марк со своими помощниками и священством Михайловского благочения совершил уставное богослужение и литургию прежде освященных даров. Завершилось богослужение молебным каноном святому великомученику Феодору Тирану. Господу помолимся. Сластопитанных, светлышей, показавой, сам все благие царю и семена сия с различными плоды благослови и от них вкушающие освяти. Яков слава твою и в честь святаго великомученика Феодора Тирана, сия предложившись от рабов твоих и в память во благочестивой вере. По церковной традиции ладыка благословил колево. Оно благословляется в честь святого Феодора Тирана. Колево – вареная пшеница с медом. Но в последнее время все чаще колево, или как в народе называют кутья, варится из риса с добавлением меда. В православной церкви все значительно, и нет ничего случайного. У этого обычая древние корни. Это великий святой, который, это святой-святой воин. Вообще, святые воины – это особая история. Воины, которые показали, что они не только воины тела, воины по борьбе с врагом видимым, но воины, которые являются воинами вдвойне и победителями вдвойне. Не только против врагов Отечества, но и против врагов тьмы, злобы поднебесной, против невидимых сил. И великомучий Феодор Тиран явился таким победителем. Но сегодня мы, отмечая его память, прославляем его не столько и не только за его подвиги, а прославляем его за то, что он предупредил, предупредил христиан, что над ними собираются поругаться и собираются продавать на рынке пищу, которая обогрена недоложертвенной кровью. И поэтому он явился во сне христианам и повелел есть колево. Отсюда наша традиция есть колево. Самый вкусный и целебный чай из рук дорогого владыки Марка получили все желающие, а еще конфетки, фрукты и печенья. И долго народ не расходился, общался, нахваливая архиерейскую службу, описывая свои переживания, делясь впечатлениями. Все были ну просто как дети, на которых смотрел тихий добрый взгляд святителя Николая, великого чудотворца. Он тоже радовался вместе с людьми, размягченными, первой великопостной неделей и необыкновенным архиерейским богослужением. Владыка, дорогой наш, скажите, пожалуйста, вот вчера на службе я присутствовала вечерней, и сегодня. И у меня одна и та же мысль закралась. Вы говорите, что пост, это тяжелое время, что нам предстоят тяжелые испытания, и мы должны выстоять в этих испытаниях. А как выстоять? Такой элементарный вопрос. Владыка, ответ на него есть вообще, существует? Как нам, православным христианам, пройти через него? Сначала у нас возникает впечатление, что пост — это время действительно легкое. И оно действительно в каком-то смысле легкое, потому что Господь нам дает благодать. И мы слышим слова такие, прекрасная, прекрасная четыридесятница. Но не должно быть кажущейся легкости, ощущение того, что мы идем просто, знаете, мы выходим на какую-то прогулку. Пост — это время борьбы, и во время этой борьбы нам нужно постоянное внимание. Внимание от собой и утеснение себя. После этого время воздержания, воздержания во всем, мы воздерживаемся от пищи, излишней пищи, ненужной пищи, пищи скоромной. И когда мы воздерживаемся, это усилие, конечно же, но после этого мы чувствуем легкость. Тело наше истончается, мысли наши становятся быстрыми, голова становится ясной. Наверное, одна из самых больших проблем в посту — это раздражение. Это раздражение, которое у нас постоянно возникает, когда человек постится, когда человек воздерживается, ему кажется, вот мы устояли в этой борьбе с врагом, с самим собой, со своей плотью. Нам кажется, что мы соблюдаем пост, и поэтому мы устояли. Но на самом деле очень часто мы падаем. Падаем, когда раздражаемся. Начинаем говорить с раздражением, со злобой, общаться таким образом со своими ближними и дальними. Вот это то, что нужно избегать, потому что пост предполагает воздержание во всем. Не только воздержание в отношении питания, как часто у нас понимают, но и в отношении своих эмоций, чувств. Дай Бог, чтобы мы устояли. Это очень сложно, Владыка. Это очень, очень сложно, очень сложно. И это возможно только с помощью Божьей. Когда мы приходим в храм, когда в дом молимся, мы идем в поклонщики и просим Бога, то мы чувствуем благодатную силу, которая нам помогает. Владыка, вот здесь в субботу мы с вами встречаемся, к накануне Великого Поста. И сейчас, когда уже неделю прошло, и такое ощущение, что мы попали в другое измерение. Вообще другое измерение. Другое время, другое измерение. Как будто другой мир. Другой мир, действительно. Дай Бог действительно дойти нам до конца и бесплатить. Владыка, сегодня столько людей в его храме. Пятница, да? А народ собрался, слава Богу. Вот вам, как с вами служило здесь? Очень сегодня было легко. Конечно, могу сказать, повторить слова Священного Писания. Колено мое изнемогоста от поста. Уже немножко есть такая усталость. Вот первая седмица. Но тем не менее, тем не менее, радость сегодня, радость большая. Радость от того, что мы причастились к святых христовых тайн. Радость, что мы помолились сегодня Господу и великомученику Федору Тирану. И, конечно, что столько сегодня было много народу, много было причастников. Это говорит о том, что жители Михайлова молятся, они постятся, они борются, они являются воинами, подобно великомученику Федору Тирану, в духовной борьбе с врагом невидимым. А так теперь когда вы к нам приедете? Не знаю, как будет. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Благословите. Баба Шура около 50 лет посещает и молится в Христо-Рождественском храме. За время своей истории храм не закрывался, поэтому он являлся чуть ли не единственным местом для богослужения в Михайлове. Живя в Печерниках и часто приезжая в Михайлов, Александра бегала в этот храм помолиться. Два благословения, чтобы мы на первый выстрел не соглашались, а стояли до конца во всех, хоть больных, хоть трудных, а чтобы мы могли и попаститься, вести лесную поста. Невозможен и духовный пост, но главнейший духовный пост. Наши остращения, наши страстей, ненависти, зависти, празднословий, особей осуждения. И вот он нам, дорогой Владыка, всем так хорошо пожелал. А если у нас этого не будет, если мы по первому выстрелу будем склоняться к врагу нашему спасению, то тогда мы не встретим радостно эту славную Божественную Пасху. И вот на этом он, наш Владыка, окончил. Благодарны мы всем и вам, что вы захотели выслушать слово, которое можно не слышать. Простите меня, я старенький, можно и так сказать. Спасибо, Христос, вас. А вот вы в этот храм уже давно находите, да? Этот храм был, это начало нашего спасения. Он сначала был один. Вот это, мы жили 20 километров отсюда, в Пещерной Федерации. А я и с молодым, там было деток много, молочко привозил сюда. Там скорее-скорее ем, бросаю свои эти бетоны, и там в зыгрыде отдыхаю, лежу немножко, пока начался вечерней службой. Хоть на вечернем постоять, а потом снова в деревню. Но по такой милости, после, Господь, после многих лет, Господь сподобил меня быть уж вот 50 лет в этом насельнице этого града. Все мы в этот день были по-детски опьянены общением с Владыкой, с хорошими и добрыми людьми, которых, оказывается, так много вокруг. Баба Шура рассказала нам несколько удивительных историй о жизни Михайловских храмов и о том, как они восстанавливались. Поэтому возле ее дома на Береговой мы еще долго перекрывали движение автомобилем, никак не наговорясь и не в силах расстаться с Бабой Шурой и Бабой Машей. Чудесный день, да и только. И болезнь подвинулась на время, испугалась благодати. А благодать Божия рядом, только призови ее, и она даст тебе чудесную силу.